Трищ! Всем привет, я Катя Рок, я стилист. Я Настя, я фэшн-блогер. И мы сейчас в Стокгольме, в нашем супер-классном отеле. Сидим в холле. Попросили хат-хат-хат бармена сделать муточку потише и решили поговорить с вами о моде в Стокгольме. И стокгольмском стритстайле, скажем так. О том, как одеваются здесь люди, о том, какие вещи они выбирают, какой стиль им близок и так далее. Вообще, на самом деле, мода скандинавов отличается от нашей и любви к всему пестрому, да? Они, в принципе, вот сколько мы не смотрим, ничего такого особо яркого мы не видим на улице. Это да, но вот единственное, что у меня, когда задают вопрос в интервью, там, типа, что вы можете сказать о петербургском стиле? И я говорю, что петербуржцы очень много заимствуют от скандинавов. То есть, поскольку мы живем так близко с финнами, часто бываем в Швеции, поэтому вскипитерский стиль, он напоминает. Мы такие, типа, черные, серые, простые, лаконичные, минималистичные луки любим. Если говорить, да, в целом о русских. Это мы итальянцы. Только у нас одно отличие. Мы как-то с трудом сочетаем это все. На шведов куда ни глянь, все хорошо одеты. Да, это смотрится просто вау. Все как будто родились с идеальным чувством вкуса. Все знают, какие шорты длинные должны быть и так далее, и тому подобное. Знаете, тут ходим просто таки, вау, ты видела, о боже, о господи, она просто прекрасна, она идеальна. Мы вчера следили просто за девушкой, ей пришлось сделать вид, что я фотографирую Настю, мы сфоткали эту девушку. Это было так смешно. Потому что, ну, она просто великолепно была одета. То есть, ты как бы, когда у тебя слезы наворачиваются на глазах от того, как хорошо одет человек. Подожди, подожди, дай я постою, пожалуйста, рядом. Я такая, я тоже хотела сказать. То есть, я так хочу просто прикоснуться к этому нечто. В чем прикол именно ее лука был? По сути, если так посмотреть, он обычный, простой. Черные скини, черные. Такие ботинки круговатые. Кожан. Зеленого болотного цвета такой свитер. Приятный. И повязанная банданка. Да, такого что-то махерного стиль. Но, боже мой, там у нее были ботинки Александра Вэнг. У них стальная вставка, которая офигенно просто, когда она идет, так сияла, сверкала. Я не знаю, мы шли за недолго. Длина джинс идеальная. Длина джинс, да. Вот все время я замечаю, что у нас к этому как-то... На это не обращают внимания, когда покупают новую пару джинс очередную. Берете скини, то тогда уже берите скини, а не расширяющиеся к низу. Знаешь, вроде скини взяли джинсы, а внизу... Ну да. Не, у нас люди вообще... У нас до сих пор, если кто-то подворачивает джинсы, подгибает их, как-то стремно вообще. То есть, идешь по улице, думаешь, боже мой, как так вообще можно? Сейчас вообще, ну, в трендах это обрезание джинс. То есть, какая-то обрезка такая. А у нее, кстати, было именно обрезка. Да, маленькая бахрома. Конечно, надо так правильно подобрать, если не обрезанные, а просто короткие, чтобы они смотрелись круто. Открывали щиколотку там правильно, костяшка торчала и так далее. У нее было все идеально. И, как заметила Катя, когда мы шли, у нее, блин, даже задняя часть курса, молния. Молния была так расстегнута. Да. Офигенно, так красиво. И у нее так выглядывали чуть-чуть пальчики. У нее даже настолько грамотно, на полтора сантиметра где-то торчал ее махеровый зеленый твитер. А бандана, которая была тонко так... У Насти, кстати, такая же у тебя бандана на сумке. Да, да, такая же. Вот, это классические огурцы, да, такие? Ну да, красные классические огурчики, да. Да. Еще, что мы здесь постоянно замечаем, и Катя мне постоянно тыкает на людей вот так пальцем. Это то, что очень, мне кажется, что у всех практически дорогие брендовые сумки. И очень простое. Либо платье однотонное, длинное в пол, либо просто какие-то черные кюлоты с черным топом. Ну то есть вообще что-то простое. Мне кажется, что когда-то я тоже подглядела это у шведов, потому что, ну это чисто, ну это же мой принцип. Я очень люблю у них обувь и сумки. Да. Брендовые, дорогие, крутые, качественные, классные. А все остальное, может быть, там они не... Вообще не парятся. Против, да, там H&M, Zara, ну да, даже больше H&M, там из своих этих брендов, типа Asa Stories, Cos и так далее. Я так мало вижу принтов. Вообще, мне кажется, да, их нет практически. Я заметила, что хаки плотно вошел в их повседневный образ. А раньше такого не было. Раньше это был белый, серый, черный. Вот они, кстати говоря, следят за тем, чтобы все равно вещи были простые, но крой у них был актуальный. Это да. То есть нет такого, что бабушкин какой-то... Да, они все равно модные. То есть они все равно в тренде, стильные, но все безумно простое. Их вот эти простые вещи, они не лежат год-два, мне кажется, они постоянно обновляют вот именно эту базу. Да, сто процентов, сто процентов они так и делают. Я заметила на мужчинах очень много ливайсов классических. Девочка, которая к тебе подошла. Да, она тоже была в ливайсах? Нет, ну она же спросила про твои. А она тоже была в ливайсах? Нет! Девушка, работающая в этой кондитерской, она подошла ко мне и спросила, где я нашла такие ливайсы мои черные. Ты настроилась тогда, когда Настя сказала, что это винтаж. Да, что это винтаж. И вот мы тоже сразу же обсудили, что насколько круто, что европейцы спокойно подходят и спрашивают у тебя. Говорят тебе, вау, у тебя такая крутая сумка, где ты ее купила? Я как-то тоже подходила у нас в России, на меня реагируют обычно так. Угу. Типа, что тебе надо от моей сумки, хочешь украсть? Знаешь, что к ним прям притензит. Ну я, кстати, вот не помню, мне кажется, что пару раз я спрашивала и нормально было. Вы, кстати, просили еще рассказать, в отличие от той же японской моды, и японцы, в отличие от шведов, адски любят все пастельные оттенки. Увидеть японку в джинсах, это как, не знаю, увидеть Иисуса, это действительно редкое явление. Они не носят тебе брюки, да? Они все в юбках. Юбка-платьишные? Да, причем юбочки все должны быть такие прям мили-мили-миленькие. У всех даже самых таких обычных юбочек обязательно есть трюшеньки. Либо они в горошек, либо они в мещовчевую полосочку и там и так далее, и там подобные. Господи, там просто... Японцы отвратительно одеваются. Да, но при этом все равно все, в большинстве своем, если ты едешь в метро, например, и смотришь на людей, то они кажутся опрятными и хорошо одетыми в принципе. То есть не создается впечатление, что она напялила на себя абы что. То есть она как конфетка, да, какая-то не очень приятная для глаза европейца, потому что для нас это все-таки не мода, это какая-то штука странная. Но при этом все равно, в принципе, вот этой массе смотрится хорошо. Я просто, когда мы еле куда-то ходили с Анигири или что-то там с Сашей, и там было много японского глянца. Я такая, о, надо посмотреть, что там за мод, Саша такой, типа, не стоит. Лучше, да, не стоит. Там нет моды как таковой, ее не существует, потому что все их луки, они обычные, простые, казуальные. Я отвечаю, у них просто свой взгляд на этот мир вообще. Ну, я вот поняла это. Плюс в японской моде, в отличие от европейской, например, вы не можете себе позволить открытые плечи. И что еще? А, и наоборот, вполне нормально одеть мини-юбку. Я в Японии ходила с открытыми плечами, и мне только под конец... Чего? Так нет. И мне только под конец сказали, что это неприлично. То есть ты, извини, меня можешь одеть вот такой линии. Я слышала, что у них шорты ремни. Угу. Но вот плечи оголить нельзя. Ну, у всех всегда по-разному. Поэтому у них вот все нацелено именно на юбочки, именно на платьице, как вот, чтобы только оголить моды. Ну, вот из азиатов они самые такие неинтересные в плане моды. Вот южные корейцы, это просто боги моды. Я северно все не беру. Кстати, мы видели, заходили в Луи Витун, да, по-моему, корейцев видели. Я тебе еще сказала, девочка... Девочка офигенная. У нее даже губы накрашены по-корейски. А, да. Ты помнишь, как они были? Вот она была классно одета. Ну, они все всегда круто одеты. Тоже вставлю. Я вычисляю быстро вот из толпы азиатов, корейцев. Корейцев. Потому что они супер стильные. Во-первых, у них макияж крутой всегда, интересный. Это погуглите, если вы не знаете еще корейский макияж. У них там совершенно свои тренды. И одеваются они просто потрясающе. Вот если спросить, кто мне больше нравится, шведы, как одеваются или южные корейцы, я бы сказала, южные корейцы мне ближе по духу. Да, ты же любишь минимализм больше, а южные корейцы так-то его не сидят. Вот мы с тобой поговорили как раз про эту девочку, что она одета просто, но при этом все-таки использует цвета и вообще интересно. Ну, может быть. Не знаю, я все равно выберу шведов. Шведы я люблю вас. Но шведы-парни, это вообще отдельная история, насколько они потрясающие. Да, мужчины-партнеры. Помнишь в этом фильме «Стажер» «Зачем нужен платочек»? Они даже не знают, зачем нужен платочек. Мне кажется, что шведы знают, зачем нужен платочек. Ну, кстати, шведы как раз-таки они не одеваются так вот в стиле в тот фильм «Стажер». Ну, да-да-да. Что они не одеваются в классические элементы. То есть они там не ходят в костюме и так далее. Они не итальянцы в плане стиля. Да-да-да, в плане стиля они не итальянцы. Они, конечно, любят брюки, но они круто сочетают их с кроссовками, надевают... Вот даже можно увидеть, что они идут, например, в офис, но на них футболка, пиджак, брюки-чинесы и кроссовки белые. То есть они суперкрутые. И эти шортики, и эти просто рубашки, облегающие, накачанное тело. Так, Настя, спокойно, спокойно. А еще они, да, у них много татуировок, они офигенно следят за прическами, всегда супер выглядят волосы, они почти все бородатые. Лето в Стокгольме прохладное, поэтому здесь вы спокойно увидите и раздетого шведа, и шведку. Очень похоже на Питер, когда у нас то в пухане человек, то вообще по-летнему. То есть кто-то, знаете, кто-то идет вообще в майке, и тут же рядом идет человек в такой куртке, или наоборот, вообще даже в парк. Но при этом они не позволяют себе вот этих крайностей, типа раз у нас лето, сейчас мы нацепим, не знаю, мини-юбки, короткие шорты. Мы вернемся домой и сделаем супер-видео про всякие покупочки. Потому что у Кати здесь был шопоголический запой. Надеюсь, эй. А я здесь, да. Мне потом скажут, что неинтересно. Ладно, все, давай. Я с ней путешествую, мне с ней очень интересно. Все, давай прощаться. Ладно, всем пока. Мы надеемся, что вам понравилось. Подожди, я сделала очень странное лицо. Я сделала так. Молодец, Настюша. Мы с вами прощаемся, да. Надеемся, что вам понравится это видео, состоящее полностью из нашей беседы, разговора, которые у нас тут часто случаются по поводу стиля шведов и так далее. И будем стараться делать вам видео больше. Подписывайтесь на канал, ставьте нам лайки. И самое главное, пишите комментарии. Да, комментарии для нас очень важные. Мы же только начинаем. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok